Здравствуйте, меня зовут Елена Кондратова, я руководитель студии Центра Наследия. Сегодня мы с вами освоим еще один волшебный урок по вязанию. Но сегодня у нас будет урок необычный. Мы будем использовать с вами руки и наши пальцы, без крючка и спиц. Для того, чтобы начать вязать руками, вам необходимо приобрести шерсть, которая будет намного толще обычной пряжи. Обычно используют слонимскую пряжу, либо ту, которую вы найдете в магазинах. Вот такие вот у нас сегодня клубочки большие будут. И мы начнем с вами сегодня делать очень интересное изделие – декоративную подушечку. Итак, начинаем. Мы определяем объем нашей будущей подушки. То есть приблизительно какая она будет. Ну вот где-то вот такая вот я хочу сделать ее, небольшую. И будем наматывать несколько слоев для основы, которую будем впоследствии обвязывать. Делаем витков 10-15, чтобы у нас была объемная подушка. Вот. Приблизительно вот так вот. Я думаю, будет достаточно. Шерсть сама по себе очень своеобразна, поэтому резать ее не следует. Ее просто нужно оторвать легким движением. Вот так. Берем две нитки. В нашем случае это два моточка, две ниточки. И начнем вязать. Укладываем ниточку на основу. И ручкой протягиваем нашу рабочую нить через основу, которая у нас уже есть. Поправляем и делаем вот такую петельку. Вот так. Поправляем ровненько. Подтягиваем пряжу и пропуская пальцы сквозь нашу петлю, одеваем ручку и протягиваем снова петельку. Поправляем и делаем следующую петлю. То есть все то же самое, что вы делаете спицами и крючком, мы делаем руками. Одевая петлю на руку, мы просто вместо крючка обвязываем вокруг основы и вытаскиваем рабочую нить. Протягиваем еще разочек. И через вот эту петельку, которая была у нас вначале, протягиваем последнюю петлю. Шерсть отрываем легко и просто. Вот этот край мы сейчас задекорируем. У нас получается вот такая петля. Мы пропустим ее через вот эту косичку, которая у нас образовалась. И спрячем ее в следующий край. И только потом можно спрятать ее в основу, внутрь. Это у нас получилась изнаночная сторона нашей подушечки. И здесь получилась у нас вот такой вот кружочек. Мы можем шерсть нашу разровнять. И вот внутрь можно связать с другого цвета. Можно связать из такой же пряжи небольшой цветочек, который будет украшать вашу подушечку. Мы сделаем это с вами в одну ниточку, в одно сложение. Тоже свяжем этот цветочек ручками. Как в основу вязания крючка мы делаем петелечку с небольшим таким узелочком. И протягиваем два раза. Делаем две воздушные петли. И опускаемся вот в это основание, которое было у нас. Вытаскиваем ниточку. Раз. И как крючком мы вяжем, протягивая сквозь накид. Два. И еще раз. Три. Две воздушные петельки вниз. Опускаем на основание. Это наш первый лепесточек. Видите? Повторяем то же самое. Две воздушные петельки пальчиками. Импровизированный накид. Протягиваем через петлю и рабочую ниточку нашу рабочую нить. И делаем опять две воздушные петельки. Раз. Два. И опускаем на основание. И это у нас получился второй лепесточек. Опускаем на основание. Ниточку пока не отрываем. Вот. И посмотрим приблизительно. Нам нужно будет вот столько, чтобы ее закрепить. Вот теперь отрываем. Пропускаем через основу. У нас получился вот такой вот цветочек из пяти лепесточков. И мы его сейчас закрепим в основании нашей подушечки. Эта сторона у нас вот будет изнаночная. Вот эта вот лицевая. Берем теперь вот эту ниточку, которая у нас осталась. И протягиваем через вот эти ниточки основы, которые были в предыдущем ряду. Опять закрепляем через основу. И через основу подушечки. Опять основа цветочка. Основа подушечки. И вот этот вот край мы тоже не будем обрезать. Мы его все спрячем. Опускаем внутрь подушечки. И закрепляем с изнаночной стороны вот таким образом, пряча край в основании нашей подушки. Вот. Поправили. Это у нас получилась изнаночная сторона. Ну и вот такая вот лицевая. Пусть каждая подушечка, сделанная вашими руками, радует вас и ваших близких. Субтитры создавал DimaTorzok